На этом месте мы тогда остановились. Кто-нибудь переписывал показатель преломления и смог точно сказать, какие свойства можно по показателю преломления здесь определить. Для первого минерала мы уже все нашли практически по-моему. А вот. Никого нет на свете? Ну, видимо, никто не сделал. Никто не делал, да? Ну, давайте сейчас тогда решать эту задачу несложно, нехитро. Вот перечень свойств. Смотрите, желтым цветом выделить те свойства, которые при одном никеле определяют. Это в основном свойства, которые в образцах определяют цвет, форму, спаяность. И с помощью микроскопа рельеф относительно лечения показателя преломления может определить. С серым это и с синелатым цветом это свойства определяемого при двух никеле. Вот эти все свойства, кроме последней абсорбции, это все о том, как выглядит индикатриса, то есть ее форма и расположение. Вот одноосный, двуосный, аптический знак, угол 2В, величина двух преломления. И да, вот эти вот свойства, вот эти четыре, это форма минерала. А характер угла угасания и удлинения – это расположение индикатриса при стали. Это ориентировка индикатриса при стали. Удлинение, например, если вдоль минерала идет ОСНЖ, значит, называется положительное удлинение. Если вдоль минерала идет ОСНП, значит, отрицательное удлинение. Ну, а характер угла угасания, гаснет прямо, индикатриса совпадает с кристалографическими направлениями или не совпадает. Ну вот, что из этих свойств можно определить? По первым минералам мы уже на самом деле в прошлый раз наопределяли. Мы сказали, что это минерал одноосный, потому что у нас есть необыкновенный NE экстраординарный и ординарный обыкновенный. Это значит показатель преломления кристалла средней синдонии, это элипсоид вращения. Диаметр этого элипсоидов вращения, вернее радиус элипсоидов вращения, это показатель преломления NO, а вверх, соответственно, идет по оптической оси показатель преломления NE. И вот вытянутая или сплюснутая, можно знать, то есть оптически положительная или отрицательная, можно определить по тому, какой из них больше. Радиус кругового сечения здесь явно меньше, чем вот эта ось, вдоль которой вращается все это вращение. То есть это вытянутая индикаториза, значит это оптическая положительная кристалл. Если у нас от кристалла средней синдонии, значит они гаснут прямо, у них прямое угасание. Сила двух преломлений, разница между наибольшим и наименьшим показателем преломления, вы считаете несложное, это 9 тысячных. Ну и по показателям преломления, можно сказать, что при одном николе он будет иметь низкий рельеф, ну и больше, чем канадский бальзам, значит низкий положительный рельеф. Вот, цвет мы определить не можем, форму спаянности определить не можем. Удлинение, удлинение, как правило, у кристаллов средних синдоний совпадает с оптическим знаком. У кристаллов нише синдоний там по-разному может быть. Здесь обычные минералы вытянуты вдоль оси симметрии и вдоль оптической оси, поэтому если мы знаем, что МГ больше, чем О, значит МГ является осью больше, да, МГ. И значит вдоль минерала пойдет ось МГ. И если бы это был не кварц, а какой-то другой минерал, мы бы сказали, что удлинение положительное. Просто кварц, магматичная порода, как правило, не вытянута, заполняет интерстиции, промежутки между минералами. И там о вытянутости речи не идет. Ну, если не брать какие-то гидротермальные образованные породы, где вы видите такой шестоватый кристалл кварц, там, правда, мы не очень можем сказать. Обычно в породе, которые вы не смотрите, там говорит не о чем. Вот по аналогии здесь тоже несложно все это расписать. О чем идет речь? Там о том, что у нас в справочнике не будет перечислено всех этих свойств. Это только на стене у нас таблица, вот висит с расписанными всеми свойствами, которые вы определяете с помощью микроскопа. А в справочнике будет минимум информации. Просто в силу экономии места и просто, чтобы не дублировать одно и то же. Если вы видите О и О и О и О, значит, у нас все уже минералы на осной. Уже видно показатель преломнения положительный или отрицательный. Понятно, что он прямо гаснет. То есть вот этот весь набор свойств упирается в эти два показателя преломнения. Зачем все это писать, если грамотный специалист может уже поэтому увидеть все, что здесь написано. Ну, вот вы, как грамотный специалист, можете положить вот по этим показателям преломнения. По сути, будет повторение того, что наверху только с какими-то другими знаками. Ну, эллипсоид отрицательным будет, потому что по оси верхней он идет меньше. Да, он короче, да. Он будет с плюсом. Это будет с плюсом кондикатрии, значит, аппетически отрицательный. Нет, Алексей понаписал уже практически все правильно, кроме одного свойства. Он еще не определяет. Если догадается, молодец. Так, тоже будет прямо гаснуть, естественно, да, поскольку это кристалл средней синьгани. Силы двухпреломления несложно здесь рассчитать. Ну, трехзначные цифры, конечно, 0,172 тысячи, Алексей Мин уже посчитал тут. Что еще? А вот по поводу рельефа, что можете сказать? Средний. Средний какой? Положительный, отрицательный? Положительный. А положительный рельеф – это когда показатель преломления больше? Больше. Чем канадского бальзама? Больше. Канадского бальзама какой рельеф? 537. 1,537. Да. И здесь показатель преломления точно больше. Но вообще-то один меньше, другой больше. Разве это не видно? Один показатель преломления. НЕ меньше, чем канадский бальзам, а НО больше, чем канадский бальзам. Значит, когда будете вращать столик микроскопа, рельеф будет меняться. Вот, ну, средний, да, вы правильно сказали, по НО рельеф здесь будет средний, положительный, а по НЕ будет низкий, отрицательный. Будет низкий, отрицательный. Вот это явление, как называется, когда при вращении столик микроскопа меняется рельеф заметно, называется псевдоабсорбцией. Это минерал кальцит. Это минерал кальцит, как раз вот мы рассматривали его на его примере явления псевдоабсорбцией. У него очень большая разница между показателями преломления. Такая разница, на самом деле, не только у кальцита есть, она есть, допустим, у спена. Ну, еще там пара минералов, которые вы будете смотреть, тоже будет. У кастерит, например, там большое преломление. Ну, вот этих перечисленных минералов псевдоабсорбцией нет. У них показатель преломления очень высокий. Там у этих минералов, у того же сфена, например, 2 единицы показателя преломления. Но и отличаются там друг от друга на 0,2. Это все будет в пределах очень высокого рельефа. Хоть в пассе НЖ, хоть в пассе НП. И поэтому при вращении столик микроскопа псевдоабсорбция у сфена незаметна. Псевдоабсорбция начинает быть заметна, когда один из показателей преломления рядом с канадским бальзамом находится. Тогда действительно такие минералы у нас, ну, по крайней мере, из наших курсов, это кальцит и мусковит. Вот мусковит еще будет тоже. У биотет, кстати, тоже заметно изменяется вид трещин спаянности, когда их граница минерала, когда вращается столик микроскопа. Просто у него настоящая абсорбция, еще поглощение составов лучей. Там все заглушает как бы от темно-коричневого цвета, но коричневый меняет цвет, и на этом фоне вы изменения рельефа не сильно видите. Вот. А у бесцветных минералов типа кальцита и мусковита, да, на первый план выходит уже изменение рельефа при вращении столика на просту. Ну и последний минерал. Последний минерал, что здесь можете сказать, если такое видите. Ну, то, что первое дело, он двуосный. Да, он двуосный, совершенно верно. НМ появляется. Положительный или отрицательный скажете? Так. Вот это хороший вопрос, потому что... Ну, не очевидно положительный. Почему очевидно? Сейчас. Ну, кстати, ответ правильный. Он действительно практически положительный. Так. Там были приведены формулы. Вот в табличке, где мы определяли положительный и отрицательный аппетитский знак для двуосных минералов. Но, в принципе, можно ориентироваться так, на вскидочку. Если НМ близко к НП, ну, что такое аппетитский положительный? Да, это длинная ось НЖ. Она больше, чем радиус кругового сечения. Ну, допустим, радиус кругового сечения НП. И если немножечко НП будет отличаться от НМ, это останется тот же самый аппетитский положительный минерал, но только уже двуосным. Понятно, говорю или нет? То есть НЖ будет существенно больше, чем НМ и НП. Разница между НП и НМ меньше, чем между НМ и НЖ. То есть вот эти два показателя преломления, они сильно отличаются от НЖ. И они меньше по абсолютному значению, чем НЖ, естественно. Ну, в любом случае, они будут меньше. Но главное, что... Ну, представьте, НМ зачеркнули, оставили только НП, это будет круговое сечение, да, НО, и вытянутую вдоль оси НЕ, НЖ. А теперь немножечко как бы раздвинули круговое сечение и получили еще вторую ось НМ, которая не сильно отличается. Получится тот же самый аппетитский положительный пристал, но только уже круговое сечение разъедутся немножечко, будет аппетитский положительный знак. Я хотел сказать, что НМ ближе к НП, но я как-то... Ну, это, мне кажется, неправильно звучит. Нет, это правильно звучит, да. Это звучит правильно. Если математически сказать, то разница, там мы записали формулу НМ минус НП меньше, чем НЖ минус НМ. Но, по сути, то же самое, только другим словами. А вот если у нас круговое сечение будет НЖ и немножечко его как бы сжав, получим НМ, не сильно отличающийся от НЖ, АНП будет сильно от них отличаться, да. То есть НЖ и НМ будут примерно одинаковые, АНП сильно отличаются. То это будет с плюсом поиндикатрисы, как раз это будет аппетитский знак отрицательный. Что еще тут можете вспомнить? Итак, двор с аппетитами положительным. Что еще можно определить? Ну, все, что я могу, это то, что рельеф среднеположительный. Ну, вот нет, не среднеположительный. Может быть. Вышел к высокому, потому что 1,67, но большая часть преломнения уже ближе к 1,7. Высокий рельеф, рельеф будет высокий. Ну, самый простой, величина двух сил до преломления. Джей Минсон, про что может быть проще еще? Можете определить равенцу между наибольшим и наименьшим показателем преломления. Здесь он 30 тысяч, по-моему, получается. Ну, и больше, пожалуй, что ничего. Это диапсид, кальций-магний, С2,6. Вот его свойства, тут практически все, что можем определить, больше ничего не получится. А сингони разве двуосные не у ниши сингони? У ниши, да, но только мы же не сможем сказать, это ромбически, да, ниши сингони. Но ниши сингони есть нигде в свойствах не писал. Я здесь перечислял свойства, которые мы можем увидеть или определить с помощью микроскопа. Сингони, ну, ниши, да, все правильно, ниши сингони. Только какая из ниши хромбическая, нанотлинная или триклинная, тут непонятно. Хорошо, сингони, но можно было везде прописать еще средний сингони, кварц и кальцит, нищи у диапсидов. Просто у кальцитового кварца сингони определяет еще прямое угасание, что они прямо гаснут, кальцит и кварц будут прямо гаснуть. А вот диапсид тут неизвестно. Если это ромбическая сингони, то да, прямо гаснет. Вернее, если вот три оси двуосных минералов, если ромбическая прямо гаснет, если триклинная, то косо гаснет. То есть моноклимасы для них, то еще неизвестно, может прямо, может косо. Поэтому здесь определение характера угасания невозможно. Так, ну, пожалуй, что и все, наверное, по этому курсу. Так, немножечко вспомнили сейчас. Я попробую включить новую демонстрацию. Следующую тему. Так, ну и дальше у нас идет следующий раздел. Это пород образующих минералов. Ну, или оптические свойства пород образующих минералов. Начнем с литературы, которая вам пригодится в этом семестре. Ну, и вот эта книга вполне возможно и в следующем семестре пригодится. Правда, эта книга достаточно толстая. Вы смотрите, имеет ли смысл ее брать или нет. Это наш кафедральный учебник. Петрография, экстрология, магматические, метаморфические, метатоматические и горных пород. Она стоит из пяти частей. Вот первые две части, они пригодят. Первая часть в этом семестре, вторая часть в втором семестре. А остальные три части, они для группы МГ. Поэтому группе МГ я настоятельно советую взять этот учебник, если он есть в библиотеке. Ну, а всем остальным вы можете обойтись либо методичками, которые сделаны в виде отдельной главы этого учебника, сделаны в виде отдельных методичек. Может быть, в библиотеке они есть. Другой вариант. Просто любой учебник по кристаллооптике, любой учебник по оптическим свойствам породобородозащих минералов подойдет. Большое количество всевозможных учебников. Там все написано одно и то же, и поэтому здесь большого недостатка не будет информации. Но в следующем семестре, когда мы будем проходить в магматические горные породы, вторая часть этого учебника, он будет нужен уже всем, кто сдает экзамен. Ну, либо в виде методичке опять ее возьмется, там отдельная глава магматической породы, в виде методичке выключена тоже. Либо сам учебник, он будет нужен. Какие-то устаревшие пособия, совсем уж устаревшие, там с середины прошлого века или 60-70-х годов, там много и породы по-другому называются, поэтому будет неактуально. Так, это вот первое значение. Дальше есть у нас выпущенные такие классические труды. Вот Винчелы, оптическая минералогия. Они жили в конце 19-го, начале 20-го века, и вот с тех пор выпустят этот гигантальный труд оптической минералогии. Здесь оптические свойства всех минералов можете найти, если что. Хорошее такое гигантальное исследование. В середине прошлого века у нас переиздавалась она. Дальше. Дир Хауи Зусман. Парадворозующий минерал. Это пятитонный. Если Винчелы, это какие-то оптические свойства, преимущественно на них сосредоточен, он как справочник выступает, прежде всего. То здесь описаны минералы, в том числе и с точки зрения петрографии, петрологии, где они встречаются, какие бывают, все разновидности. И их оптические свойства в том числе. Многие таблицы, картинки, которые будут у меня в лекциях, они взяты как раз из этого многотонника. Многотонник Дира. Трегер. Это один из справочников по оптической минералогии как раз. И вы будете пользоваться, чтобы выполнить свое одно из первых заданий. У вас будет по окончании первой части семестра, когда все свойства научитесь определять, вам дадут пару минералов, один одноосный, другой двуосный. И как раз отправят в этот справочник, чтобы вы там переписали свойства. Здесь есть еще картиночка, как минералки стало выглядеть в объемных шлифах, чтобы могли там нарисовать индикатрис, писать минерал, ну и так далее. Там небольшое задание домашнее по этим минералам, которые вы получите как раз. Этот треггер у нас есть на кафедре, вам его дадут, вы там сфотографируете свой минерал. Ну и здесь свойства минералов, кстати, посмотрите, как они выглядят. Не всегда привычно, вернее, не так, как мы иногда обозначаем. Допустим, посмотрите, оптички знак минерала. Вот таким образом. Вот оптички отрицательные приставы. Плюс в кружочке оптички положительные минералы. Тут не будут расписаны слова, минералов оптички положительные или оптички отрицательные. Ну вот, правда, это немножечко излишняя информация. Здесь есть показатели преломления, как мы знаем уже, по ним можем сами определить положительные и отрицательные. NG-NPVS, видите, в виде дельты показано. Вот разница между наибольшим и наименьшим показателем преломления. Спайность вот такой решеточки показана, по каким плоскостям идет спайность того или иного минерала. Ориентировка осенизикатрицы. Не угол угасания, как у нас там через двоеточек пишется, а вот таким вот образом. А, ну вообще-то тоже через двоеточек, смотрите. Угол такой плоскости ОСНЖ, там 5-8 градусов. Вот угол угасания также через двоеточек, как у нас написано. Ну, я думаю, по цифрам или по тому или иному виду символов вы без труда сообразите, какое свойство здесь указано. И, соответственно, работа выполнится. Ничего страшного нет. Вот. Кстати, по поводу обозначениях, допустим, на сайте МГУ, там, если N-O и N-E у нас, или вот в этом справочнике тоже принято N-O и N-E, как сказать, преломление ординарное и экстраординарное пишется. Вот на сайте МГУ, там, допустим, греческие буквы пишутся, О греческое и епсилон. Но епсилон, как и английское, и наш пишется, и епсилон. А вот О там, как двойное выпишется. Ну, вот эти пособия. Ну, а так, еще раз повторяю, можете любое пособие вот это место брать, где свойство минералов описано, какой у вас есть под рукой или в интернете. Все вот эти книги, которые я здесь показал, они есть в интернете. Можете скопировать их. Они у вас будут на компьютере. Ну, а мы начинаем с первой группы минералов. Это группа оливина. Группа оливина – это островной силикат, магний, железо. Общая формула тех минералов, которым будем в основном смотреть, это магний через иплюз железа 2СО4. С точки зрения кисталографической решетки – это кремно-кислородный тетрадр, которые соединены между собой двух валентами аты – магний и железо. Здесь вот кремно-кислородный тетрадр показан, кислород красным цветом, кремний там внутри не показан. И между ними в актеэдрической позиции, как раз вот так вот между шестью атомами кислорода, находится двухвалентный либо двухвалентный магний, либо двухвалентный железо. Немножечко разные позиции могут быть. Как видите, здесь вот такой вот, как бы в проекте шестоеугольник получается, а здесь как бы в квадрате находится. Но на самом деле в объеме немножечко по-другому это выглядит. Но тем не менее, позиция металлов, магний, железо, здесь две позиции существуют, по разному они расположены. Вот в таких актеэдрических позициях практически не уживаются трехвалентный элемент. Поэтому минерал группа левина, как правило, имеет простые достаточно формулы, в отличие от моноклиных, кароксанов, антифологов, которые будем проходить, где формула может растянуться на полстраницы. Здесь все будет предельно просто. Очень мало каких-то элементов примесей обычных этих минералов. Вот Оливин впервые предложил Вернер для минералов, для вкраплений в базальт. Вот такой зеленый цвет, как раз я нашел, образ базальт примерно похожий на то, что, наверное, Вернер видел. Вот такие зеленые вкрапления он назвал Оливином. Сам Вернер, он как раз родом начальник геологической школы нектунистов. У вас на общей геологии, я не знаю, рассказывают про это или нет, нектунисты, пулутонисты были еще. В конце 18-го, начале 19-го века, тогда геологи спорили о том, откуда возникли. То есть были споры о происхождении горных пород. Школа нектунистов говорила о том, что горные породы статизовались из океана, из мирового океана. Но это перекликалось всемирным потопом. Им представлялись пулутонисты, которые говорили, что все породы образованы при кристаллизации расплавов математических. Научно-популярная литература в конце 18-го, начале 19-го века была полна именно таким спором в то время. Синоним Оливина – слово передот. Я советую запомнить, оно у нас плывет в следующем семестре по названию пород, содержащих большое количество оливина. Это слово французское происхождение. Ну, еще и используют слово хризолит. Но, правда, хризолитом принято называть такие прозрачные разновидности оливина, которые имеют такую коллекционную ценность, как правило. Кроме того, хризолитом в некоторых пособиях, в частности, какие-то диапазоны оливина. Там, понятно, оливин в диапазоне от чисто магнезиального до чисто жилейства. Вот какой-то диапазон в середине этого интервала, он не совсем в середине, там называется хризолитом, например. Содержащий больше как раз магнезиальной молекулы хризолитом называется. Вот ряд оливин. Он заключен между чисто магнезиальным магнитом осио-4 форстеритом и чисто жилейства и разновидностью, которая называется форстеритом. Форстерит – это в честь английского коллекционера форстера. Форстерит – название в честь острова Паял в группе Азорских островов, где вы впервые описали, хотя там оттуда, скорее всего, завезли его туда. Вот. Форстерит – Фейлит. Именно вот в этом интервале мы и будем изучать эти минералы. В магнезиальных разновидностях иногда в качестве примеси выступает хром и никель. Забегая вперед, скажу, что оливин высоком магнезиальный, он сосредоточен в Мальте, и, соответственно, хром и никель – это тоже признаки, большое количество хрома и никеля в магматических породах, признак мантийного происхождения горных пород. С фоэлитом чаще всего именно с железом, связанным арганецом и кальцием. Оливин именно чаще всего встречается в ультраосновных и основных породах, а в верхней мантии у нас состоит как раз до глубины, по крайней мере, 4-10 километров. Сложно, преимущественно оливинными породами, там вместе с пероксенами, конечно, с гранатом еще, шпинель может, еще какие-то минералы присутствуют, но процентов на 60, в среднем, скажем так, процентов на 60 у ультраосновные породы в верхней мантии стоят из оливина. Ну, во-первых, у ультраосновной породы, во-вторых, это пероксено-оливинова порода. И вот до глубины 4-10 километров оливин, ну, примерно вот до этого давления, соответствующий этой глубине оливин, устойчив, и он сохраняет свою кристаллическую форму. На глубине 410 и на больших глубинах он уже перекристаллизовывается. Другие модификации, более плотные модификации, которые называются бета- и гамма-оливин, или там, собственно, название, ватслит, это бета-оливин, и ринглудит, еще более плотная модификация. Оливина там примерно в сумме на 10% увеличится плотность оливина, но это уже другие минералы. И в нижней мантии там уже совершенно другой минеральный состав, это высокобарическое минераловое. Ну, по крайней мере, до границы, нижней границы верхней мантии, где начинается переходная зона, минералы примерно выглядят так, как у нас на поверхности, примерно с такой же кристаллической решетки. И там преимущественно они, мантийные породы стоят из ультра-основных. В интервале между границами Харовича, надеюсь, знаете, что это такое, и границы приходной зоны Нижней Мантии, 400 километров примерно, это ультра-основные породы. Фрагменты ультра-основных пород вносятся иногда на поверхность лау-магмами, мантийным магмами. Вот, допустим, в фузейной породе, это фузейная порода основного состава, и в ней обнаружен, допустим, фрагмент мантийной породы, то порода, которая находится в верхней мантии. Ну и, как видим, здесь она состоит в значительной степени из оливина. Там есть черненький пероксен, там есть шпинель еще, вторичный цвет, но преимущественно это оливиновый пород. И надо сказать, что метеориты, которые падают в цепи на Землю, они тоже в значительной степени состоят именно из ультра-основных пород. Пероксен оливиновых пород, оливин там тоже более 50%, как правило, в этих породах, они выглядят так же. Ну, это и неудивительно, если Земля образовалась за счет аккреции космического вещества, и аккреция до сих пор продолжается, несколько тонн ежегодно высыпается на поверхность Земли из космоса, метеоритов. Ну, собственно, они имеют примерно такой же, как и валовый состав земного шапка. Оливин один из самых пространенных минералов, получается, на Земле, если учесть свой верхний мантий. Да, в нижний мантий там еще больше, конечно, объем, по глубине 2900 километров, где-то нижний мантий, там уже другие формы модификации привычных минералов уже, там, магнезиальный пироскит, ну, и вистит, магнези-вистит и так далее. Вот, там по химическому составу они идентичны составу верхней мантии, по химизму, но минералы немножечко более. Изоморфная смесимость полная между марганцевым оливином, который называется тефроид, тефросок, пепельный серый означает, и нашим рядом просторит фаэлит. Существует непрерывный ряд смесимости, если нет разрыва, но в большинстве пород, которые мы встречаем, примесь марганца очень незначительная. Ну, просто потому, что магмах марганца в принципе мало. Если бы было 50 на 50, там, какие-то произвольные соотношения, то у нас был, вот этот треугольник был бы заполнен полностью составами оливинов, в том числе и марганцевых. Ну, как видим, у нас предельно, вот, почти чистый состав, близкий к вершинам нефорстерита, без каких-либо примесей, ближе к фаэлитовой вершине, где фаэлит. Здесь уже возникает разновидность, содержащая большое количество как раз тефроидовой молекулы, и здесь уже как раз марганец, он именно с фаэлитовой молеквой. Ну, по крайней мере, по петрологическим особенностям происхождения, вот именно тех пород, которые взяли из-за фаэлит, там и марганец вместе с этим. В этих породах и марганец присутствуют. Вот. Иногда марганец с цинком замещается, кальцием, тоже двухвалентные элементы. Ну, в принципе, вот в этой позиции разные двухвалентные элементы могут находиться. Вот. Ну, еще одна разновидность тоже с такой же похожей формулой – это монтичелит, кальций, магнит СО4. Он встречается, как правило, в щелочных породах, часто вот карбонатейковых породах. Ну, и вот, если форстерит, именно высокомагнезиальная разновидность с олигином, она чаще всего присутствует в магматических ультроосновных и основных породах, то фаэлит, цифроид, монтичелит – это минералы чаще всего каких-то вот метаморфических и метасоматических пород. Ну, то есть пород с таким своеобразным происхождением. Вот с карбонатейков часто встречается, тот же самый монтичелит, и марганцевые тоже олигином, тоже вот таких метаморфических и метаморфических пород. Но эти породы составляют, конечно, не очень большой объем, при этом, за мной шагом. Знаете, метаморфические породы, породы, таких контактовые, на контактах встречаются, мощности их там десятки, максимум сотни метров. Это не очень большой объем. Они интересны с точки зрения нейрологии, но по объему мы же рассматриваем в целом, какие породы встречаются в пределах земного шара. Мы обычно будем дело иметь именно вот с форстеритовой молекулой. По крайней мере, вот в ультраосновных породах встречаются олигином где-то процент. На 90 состоящих из форстеритовой молекулы в основных породах, типа базальта, габра, там уже количество форстеритовой молекул поменьше, но все равно в процентах 70, примерно, 70-80 процентов форстеритовой молекулы. Желестых, олигинов, магматической породы редко встречаются, но мы об этом скажем, что происходит чуть позже. Дальше форма. Ну и обычные свойства, которые здесь есть. Будем рассматривать все этих минералов. Форм минералов форстеритовой элитов, как правило, короткопризматические кристаллы. Короткопризматические иногда, чаще даже в виде формы зерна, и в чипах, вы посмотрите, они полигональные изометричные очертания имеют. Здесь и дальше будут показаны различия свойств между форстеритов и элитовым молекулой. Здесь очевидно, вот можно посмотреть, по крайней мере, показатель преломления у форстерита существенно ниже, чем у желейстого собрата. Желейстый олигин имеет высокий, уже близкий к очень высокому рельефу, а вот магнезиальный, он ближе к среднему рельефу. Все это еще высокий рельеф, но уже так на границе, на нижней границе рельефа. По интерференционному окраску тоже. Если у форстерита то, что мы чаще будем наблюдать, это 35 тысячных, это граница примерно 2-3 порядка интерференционного окраска, форстерит очень высокий станет, но вы, крято, видите, у нас форстеритов, я не помню, что там были. И ориентировка индикатрицы. Вот здесь показано, как ориентированная, но у нас будет еще отдельная картиночка, как ориентирована ось НЖ, НП и НМ. Вот вдоль вытянутости здесь ось НМ идет. Если помните, такое свойство, мы говорили, удлинение минерала вдоль оси, вдоль вытянутости минерала, если идет ось НЖ, это положительное удлинение, если НП, отрицательное. Ну а здесь, как вы видите, обе эти оси, НЖ, НП, идут поперек вытянутости кристалла, поэтому о алилинах про удлинение, как правило, не говорят. Даже если вы определите, что перпендикулярно идет ось НП, а вдоль идет ось с большим показателем правилам, ныне, будь то НМ или НЖ, но тем не менее, мы знаем теоретически, что НМ идет о минерала, и поэтому про удлинение не говорят. И аптечки знак. Вот аптечки положительные является форстерит. Вот это те самые изогиры, которые есть в кружочке, нарисовать, вот изогиры привязаны к аптечке МАСЯМ. Здесь они так обозначены. Это плоскость аптечки косе, НЖ, НП, именно здесь. Уже, конечно, все это подзабывается, но на одной из первых лекций мы рисовали все эти сечения, и именно в плоскости НЖ, НП, находятся аптечки оси лежатокруговые сечения, которые находятся как раз перпендикулярно аптечке МАСЯМ. Вот, и угол 2В, острые бисектрисы являются ось НЖ у форстерита, а острые бисектрисы у фоэлита являются ось НП. Таким образом, фоэлит оптически отрицательный, а форстерит оптически положительный. Ну, об этом еще чуть позже поговорим. Чаще всего мы будем иметь дело с форстеритом. Где-то на 90% форстеритом молекул происходит смена оптического знака, и мы именно с такими минералами будем иметь дело, как правило. Вот, а плоскость аптечки косе есть обозначена еще, что это треть пинокойд, как раз вот такой третий пинокойд и вот эта плоскость. Дисперсию, ну, вряд ли мы это увидим. То, что угол оптических осей красного цвета больше, чем угол оптических осей фиолетового цвета. Здесь, на праве картиночки показанную, представлено чисто форстерит и фоэлитом. Форстерит, вообще-то, как оливин. Оливин обычно зеленоватый цвет, но вот здесь, правда, очень тонкая пластиночка. Здесь поле зрения, по-моему, около миллиметра. Да, вот написал около миллиметра. Поэтому, по сути, здесь получается тонкий слез, как в шлифах, и вы видите почти бесцветный форстерит. Фоэлит коричневатого цвета, который у вас есть. Здесь тоже небольшое поле зрения. Здесь коричневатый фоэлит. Вот, вот такие примерно. Так, это полдерварта схема. Но, в принципе, вот такие таблички у Винчела есть, и в любых других справочниках есть. И даже у нас в аудиториях лежат такие карточки, где показаны, как меняются те или иные свойства от форстеритовой до фоэлитовой молекулы. Здесь количество фоэлитовой молекул показано от 10 до 100, от 0 до 100%. И показано, как меняются те или иные свойства. Ну, и не только свойства, а всякие разные другие вещи. Вот, плотность, допустим, как меняется. Понятно, что есть очень много шкал. Для каждой линии своя шкала. Ну, и вот, как опытные специалисты, вы сможете, я думаю, определить, к каким линиям какие шкалы относятся. Без проблем. Ну, первое. С чем можно начать? Содержание магнио, допустим, и содержание форум-по. В молекулах оливина. Естественно, у фоэлита содержание магнио 0%. Вот 0%. Здесь как раз содержание в процентах лесовых дается от 0 до 70%. Дальше нет смысла. Потому что еще вторая молекула СО2 есть, которая тоже какой-то объем имеет. Ну, и вот магнио 0% и до 50, примерно, 8% форстеритовой молекулы. И в противоположную сторону наклонено содержание форум-по. Вот линия, допустим, идет тоже от 0. Если 0 провести у форстерита, 0 содержание железа, естественно, это чисто магнизиальная молекула. А вот в фоэлите форум-по до 70% доходит. Ну, почему больше? Форум-по до 70%, а магнио только до 40, до 50, по-моему, что-то 6 или 7. Просто потому что форум-по тяжелеет. Все весовые проценты массовые. Форум-по тяжелеет. Магнио где-то 40% без молекулы магнио. 40% углерода кемится. А у железа там 56 форум и О16. Ну, где-то больше 70%. Больше 70% форум-по. То есть поэтому... Ну, как раз 72 и есть. А вот, между прочим, это и есть как раз их, по-моему, проценты. Так. Ну, хорошо. Вот. Дальше плотность. Вот эта линия. Плотность от 3 и 4. Вот эти цифры. Грамм на кубички сантиметр. Понятно, что железе более тяжелое. Это более 4 грамм на кубички сантиметр. Но мы имеем дело чаще всего с магнизиальным. Поэтому плотность оливина, которую будем иметь в бросах, почти всегда 3,5 грамм на кубички сантиметр. Это очень важно, когда происходит кристаллизация расплава в каких-то камерах. И мы понимаем, что оливин достаточно тяжелый минерал. Он будет погружаться на одну магматическую камеру. И будет с этим связано в возникновении, допустим, расслойных массивов. Где в нижней части магматической камеры накапливается... Во-первых, он раньше всех кристаллизуется, как наиболее тугоплавки минерал. Во-вторых, накапливается вот слои внизу вот этих тяжелых зерен. Образуется порода почти мономинеральная, состоящая из оливина. Называется оливинит или левинита. Вот это плотность. Дальше, что у нас здесь? Температура плавления. Ну, температура плавления, линии соли, линии ликвида. Тут температура есть, да, вот градусов Цельсия. Здесь можно посмотреть, как эти температуры плавят стильные разновидности. Но это будет у нас отдельная картинка, посмотрим. Вот так, что еще? Показатели преломления. Здесь альфа, бета, вот так они обозначены. И вот еще какая-то линия. Здесь видно вот эти три показателя преломления. Ну, понятно, это сверху больше. НЖ, внизу НП и НМ в середине. Вот где-то у нас показатель преломления. Вот слева шкала показателей преломления, показанного в каком интервале. Ну и видно, что магнезиальные разновидности, они имеют меньше рельеф, чем желейство. Желейство там до почти очень высокого рельефа доходит показатель преломления. 1,8, а 1,6, ну 1,7 в среднем. Если округлять, показатель преломления форстерит. То есть желейство разновидности имеет более высокий рельеф. А вот НМ, смотрите, она блуждает здесь. Она здесь ближе к НЖ находится, а здесь она находится немножечко ближе к оси НП. НМ. Итак, показатель преломления НП вот этой линии, НЖ вот эта. А НМ он то ближе к НЖ находится, то ближе к НП. Это как раз нам определяет оптический знак минерала. Когда НМ близко к НП, то как раз это будет знак оптический отрицательный. То есть индикатрия сплющенная. А когда вот это НМ приближается к НП, вот к меньшему показатель преломления, то здесь будет как раз уже, а вот этот интервал больше между НМ и НЖ. То есть здесь будет положительный знак. А смену оптического знака вот можно провести по этой линии. Смотрите, угол 2В это как раз угол между оптическими осями. И вот здесь обозначены углы между оптическими осями 80, 90, 80, 70, 60. И смена оптического знака приходит как раз по углу между ними 90 градусов. Как раз плюсами отмечены вверх от оптических положительных, пристава вниз оптические отрицательные. Ну и если провести 90 до пересечения с линии 2В, то это приходится где-то на оливин, содержащий примерно 12-14% молекулы флорум-2СО4, фуэлитовую молекулу. Вот здесь как раз происходит смена оптического знака. Иногда границы разновидностей минералов, тут внизу показано форстерит, хризолит, дальше там дартонолит, ну и какие-то названия, немножечко устаревшие уже разновидности оливина, которые сейчас не приняты уже, обычно различают форстерит, фаэлит и все остальное оливином называют. Ну иногда более железный оливин называют гартонолитом. Но, честно говоря, редко встречается в литературе. Современно пока идет. Так вот, иногда границу между форстеритом и оливином проводят как раз по смене оптический знак. Оптический положительный будет форстерит, а уже в сторону оптический отрицательный знак – это уже все оливин входит до фаэлитов. Ну а иногда просто по круглым цифрам, как-то здесь показано, 10% – это уже конец форстерита. Начинается оливин. Вот таким вот образом. Но еще раз повторяю, мы чаще всего будем иметь дело вот с оливином, который имеет где-то 10-30% форстеритов, фаэлитовую молекулу, ну или 90-70% форстеритов и молекулы. И обычно на них приходится интервал примерно в угла 2В около 90 градусов. Но всегда это не очень точно определяемо. Для нас это всегда будет знак оптически нейтральный. Поэтому чаще всего мы будем попадать в эту ситуацию. Так, здесь еще линия вот так обозначается. Разница между NG и NP. Кстати, вот эти вот обозначения NG, NM, NP. Вот разница NG и NP. Это величина двух преломлений. Как меняется, тоже еще одна из свойств, которую мы определяем. Соответственно, у форстерита она существенно ниже, где цифры, относящиеся к этому, к этой линии. А, вот эти цифры 0,5, 0,4, 0,3. Вот как раз у форстерита 0,035, здесь 0 не показано. 0 через иптую 0,035 было бы. Вот минимальное значение. А у желейства, у фаэлита, здесь уже ближе к 0,05 или 0,050. Где-то больше, выше интерфляционно-отказки. Ну, вот таким образом мы разобрали всю эту диаграмму. Еще одна линия содержания СО2. Ну, тоже процент, как здесь можно посмотреть. Все остальное. Ну, собственно, все. Вот по всей этой диаграмме. Ну, и в таблице представлено простейшее на таком видео, чтобы было видно, как меняется диапазон свойств. Здесь как раз показалось. По форстериту, по фаэлиту. Ну, и нечто промежуточное. То, что чаще всего встречаться у нас будет. Это алюбин, содержащий от 90 до 70% форстеритовую молекулу. Все они бесцветны. Хотя иногда фаэлит приобретает желтоватые окраски. Но еще раз повторяю, мы с фаэлитом дело иметь не будем. А, как правило, у нас будет алюбин. Как-то и с чистым форстеритом, кстати. А чаще всего будет вот алюбин вот в этом диапазоне количества форстеритовую молекулу. Вот. И почти всегда для него будет у нас угол 2В, около 90 градусов. Он будет оптически нейтрально. А величина N-SMP просто на границе или чуть-чуть заходить в третий порядок. Где-то на границе второй-третий порядка. Или на границе второго. Угасание прямое. Естественно, все они кристаллизуются в аэрлическом сынгане. Так, дальше. Ну, вот по тому, как определяется форма. У алюбина как раз здесь развертка по разным сечениям. Первое сечение – это плоскость первого пинакоида. Это вид спереди. Плоскость оптических осей горизонтально расположена. И она вертикальна. Спаянность идет по второму пинакоиду. Вот этот второй пинакоид. Параллельно идет вид сверху. И как раз здесь мы видим, вот на этих рисунках я специально подобрал. Вот это как раз вид спереди, а это вид сверху. И трещина спаяности несовершенную. Алюбина несовершенная спаяности идет как раз по второму пинакоиду. Здесь второй пинакоид. То есть сверху смотрим вот эта грань. Вот такая. Это трещина несовершенной спаяности. Слабо вытянута вот это сечение. Ну, а сечение боковое, плоскость второго пинакоида, на котором не видно трещины спаяности, будет выглядеть примерно вот так. Здесь я нарисовал под углом, чтобы в прямом вертикальном положении был погашен, естественно. Поэтому, чтобы было видно при двухникрих, вот примерно такое же сечение. Это не один и тот же кристалл, но похоже сечение при одном и при двухникрих. Такие рисунки нашлись. В вертикальном положении он был погашен. Здесь как раз по поводу ориентировки. Вопрос. Где будет максимальная интерфляционная краска? В каком из этих трехсечениях? В первом? Нет. В плоскости NG, NP. Максимальная интерфляционная краска – это там, где наибольшая разница между показателями каламбрениями. Для этого нам надо найти плоскость, в которой лежат именно эти две оси – NG и NP. Они лежат вот в этой плоскости. В данном случае вот вид сверху. Именно здесь идет ось NG и перпендикулярность половинности ось NP. И вот здесь две оптички оси как раз нарисованы. Это вот оптички и оси. Под углом 90 градусов примерно расположены. Оптички нейтральный знак. У этого рисунка, по крайней мере. Нет. Вот в этом свечении. Вот где плоскость оптички оси. Именно здесь, в этой плоскости, лежат оси NG и NP. NM перпендикулярно. Поэтому именно вот в этом свечении будут максимальные интерфляционные окраски. Вот здесь как раз до третьего порядка доходят. Здесь вот синяя – начало второго порядка. Там видна между ними желтая окраска, середина второго порядка. И вот на поверхности уже через красный до третьего порядка доходят. Вот эти точки синие уже на поверхности. Это уже третий порядок начинается. Вот там синие второго порядка. Синие в первом порядке не существует. Да, вот там синие второго порядка. А на поверхности уже синеватые цвета в третьем порядке. вот и тут же я нашел специальный рисунчик где вот этот кристалл вот этот листал да вот со спальностью видите здесь все на все красный 2 порядка это минерал явно одного и того же химического состава потому что еще от химического состава же будет интерфекционной окраски отличаться если вы нашли в разных там шрифах разными ралов сказали ну может здесь более железный поэтому высокие окраски а здесь но это один и тот же оливин в одном шипе находится на расстоянии доли сотой миллиметра это сечение вот это сверху а это сечение вот это продольно и видно что здесь у нас красный 2 порядка поднял синих 2 порядка где начинается вот здесь интервале все можно увидеть как раз он желтый 1 порядка на палец оранжевого уже оранжеват красный такой 2 порядка а здесь уже на этом красный 2 порядок на синий 3 ну вот как доказательство в этих сечениях окраски максимально вот а где минимально окраску надо искать минимально окраска надо искать перпендикулярно отличко оси ли перпендикулярно вот эту оси липер пения вот это все но скорее всего выхода вот где то между этим этим сечение вот оно уже близко к осечению и可愛an оптическая сидит здесь серый первого порядка на этом сечении как раз вот это сечение, но оно не перпендикулярно еще, но по крайней мере близко к перпендикулярному, где-то вот между этим и этим, на котором не будет видоспальности и уже будет перпендикулярно фактическая оси серы как раз первый порядок. Здесь можно в принципе уже сходящий свет делать и получить, скорее всего, нужную интерфункционную фигуру. Ну вот как раз показал, как определяется в сходящем свете, что вы увидите, если найдете такой кристалл, это вот зерна олювина с разными цветами интерференции. Здесь вот какие-то желтые, белесые такие цвета начала второго порядка или середина второго порядка. На фотографии засветились, скорее всего, желтый второй порядок. Здесь вот красный второго порядка, конец здесь, трудно понять, скорее всего, фиолетовый начало второго, а вот это серый первый порядок. Вот нашли сечение перпендикулярно-оптической оси, и вот на этом сечении мы ставим объектив 60-ку, чтобы собрать все лучи, расходящиеся в разные стороны, и получаем в сходящем свете интерфункционную фигуру в виде прямой изогиры. Изогиры на разрезе перпендикулярно-оптической оси у всех минералов в каком-то положении будут иметь прямой вид, но у минералов, где не нейтральный оптический знак, это обычное либо горизонтальное, либо вертикальное положение. Ну, впрочем, у одноосных минералов то же самое будет. Либо вертикальное, либо горизонтальное вид. А под углом 45 градусов, вот под таким углом, они будут изогнуты. Вот если прямая изогира, а вот если у оливина будете вращать столько микроскопа, то вы всегда будете иметь прямую изогиру. Это означает, если нет изгиба, значит, угол 2В равен 90 градусов. Это минерал оптический нейтральный. Вот. Это значит, что мы имеем дело как раз вот с оливином где-то порядка около 90 процентов содержания хоростерита молекул, где происходит как раз смена оптического знака. Ну, и мы записываем на обычном таком случае, что 2В равен 90 градусов и пишем, что генерал оптический нейтральный. Еще раз повторяю, что вы в нашем курсе в этом семестве будете почти всегда получать именно такие оливины. Но мы рассматриваем магматических, метаморфических породах, они обычно именно высокомогензиями. Дальше определение интерференционных окрасок. Вот для тех, кто не проходил или кто проходил, можете вспомнить, здесь я как раз показал, как определяется по номограмме цвет интерференции. Нашли какое-то зерно с максимальными окрасками и по каемочкам мы начинаем подсчитывать, до какого света мы пойдем по номограмме. Вот начинается с края там темно-серый цвет, я не показал, дальше начинается вот желтый 1-го порядка, потом переходит в красный 2-го порядка, через синий мы проходим и желтый 2-го порядка, дальше каемочкам и поверхности уже красно-оранжевый цвет, конец 2-го порядка. Вот таким образом это как на топографических картах каждая высота отмечена своим цветом, также и здесь по сути толщина зерна меняется на краях где-то в трещинах, уменьшается, да, посмотрите, вот какие-то островки, а между ними прошла либо трещина спаянности или просто трещина, замечается вторичными минералами и вот желтый 1-го порядка уже внутри минералов, не надо рассчитывать, вот так наискосок идти и начинать считать вот в сторону как будто желтый порядок. Понятно, что это все понижение в реальном рельефе зерна, да, то есть действительно утончается зерно в этом месте, тебе трещины, и вы их получаете меньше интерфекционной окраски. Ну, они же связаны с внешней каймой, я думаю, это несложность. Если с топографическими картами справляетесь как-то, то я думаю, что и здесь, по сути, справиться. Ну и дальше, получив максимальную окраску в этом шлифе, допустим, у этого зерна, оранжево-желтый, ну и паномограмме при толщине шлифа, здесь толщина шлифа определяется по вертикали три сотых миллиметра. Здесь наша найтиминфекционная окраска, пересекаются точки, и по косой линии мы определяем величины дженнис НП 32 тысяч. Вот таким образом отработает. Вот в другом минерале шлиф взяли, и здесь нашли, например, оливин уже с третьим порядком. Точно так, по каёмочке мы разложили весь цвет, паномограмме, посмотрели от края, идем вот сначала света серый, потом оранжевый, первый порядок идет, потом здесь сгущение темных окрасок, фиолетовый, темно-синий, вот просто темно-синий 2 порядка начинается, второй порядок синий начинается. Вот это весь спектр этот от синий до красного порядка, в пределах 2 порядка от синего до красного идем, и дальше поверхность красных 2 порядка перекрывается уже зеленовато таким, желтовато-зеленоватым цветом уже 3 порядка. Вот с этим понятно, кстати, вот когда определяется порядок от раз в минерале. Но даже те, кто не смотрел еще РГ или РМОНЕ, я думаю, здесь в принципе должно быть понятно по этим рисункам, если обратить, сделать скриншот фотографии, то в принципе проблем с этим не будет. Сложно только в том, что надо обычно просканировать весь шлиф и найти максимально продвинутую интерфекционную окраску правую сторону. Допустим, нашли какое-то такое зерно желтое 1 порядка, вот да, вот здесь под линиями находится зерно, желтое 1 порядка. Но очевидно, это не самый высокий цвет на референции. Или вот здесь, например, зерно желтое 2 порядка, желтое 2 порядка. То есть здесь вот на поверхности тот свет, который здесь вот в этой каемочке находится. Понятно, что здесь окраска выше. Слово выше означает кономограмме правее, а применительно к самому зерну она действительно выше расположена по толщине зерна. Вот здесь вот оранжевый 2 порядка, а здесь уже зерно желтое 3 порядка. И вот здесь, соответственно, также по зеленому 3 порядку при этой толщине определяем, что здесь анжелин СНП в этом минерале 43 тысячи. Ну и два варианта. Либо это более желеистая оливин, более желеистая, говорю, там до 52, у фуэлита до 52 поднимается, то есть еще более высокие окраски можно найти. Либо просто шлифт толстый. Бывает так, что шлифт толстый. Но если шлифт толстый, то тогда у всех минералов пойдет завышение интерфекционных окрасок. Вот здесь серпентин, который темно-серым, был бы не темно-серым, а таким-нибудь желтым или оранжевым или красным первого порядка. Вот здесь вот серпентин темно-серый остается, значит, у нас получается шлифт правильной толщины, просто оливин более желеистый. Вот. Дальше характер угасания. Характер, определение характера угла угасания. Уже там два примера мы, по водной части я вам показывал, как это определяется. Ну и здесь еще раз можно повторить. Вот мы выбираем кристалл, где какое-то кристаллографическое направление хорошо видно. Здесь и грань кристалла хорошо видна, вот которая идет. Грань второй пинопоиды, то ли минерала ровно. Вот по этой стороне не очень ровно, а вот по этой стороне достаточно ровно. Можно ее взять за кристаллографическое направление С. Трещины спальнистые обязательно должны быть видны. Вот. Мы ориентируем как раз кристаллографическое направление вдоль вертикальной нити. нить окуляра должно быть выставлены по паскостям поляризации микроскопа еще раз разговаривают тоже должно все правильно поставлен дальше смотрим при двухник если минерал пока значит полной прямой угасами значит у него в этот момент оси индика 3 совпали нитями окуляра вот момент здесь мы не знаем чеку то не расположено просто много от поставили вертикальный минерал а при двухниклик смотрит погас и не погас если погас значит у него прямое угасание мы можем подрисовать плоскость его поляризации nx и y ну а потом с помощью компенсатора кто уже до этой темы дошел уже понимают как это делать но при вводе компенсатора смотрим повысились или понизились окраски компенсатор вывод с правой стороны в прорезь специального микроскопе и если окраски понижаются значит оси дикатрицы в самом компенсаторе не совпали с осями грика 3 сам andra они вот здесь не должны совпать здесь правда без компенсатора рисунок сделан но по крайней мере окраски должны быть даже понизиться и мы определяем что перпендикулярность понистирует у 7p вдоль мы уже знаем на самом деле а ленина у диета 7m поэтому прогленина негалорийна по крайней что преподекулярность понистирует сенка мы совершенно точно знаем ну вот средствами гадридс как я нарисовал значит средствами как риса будет Вот так расположено. Здесь короткая полуося, а здесь длинная полуося. Длинная полуося, дикатриса будет идти вдоль памяти, короткая перпендикулярность памяти. Вот такие определения делаются для определения характера глава горсани. Дальше тема химический состав оленивинов из разных пород, какие могут быть. Это связано с тем, в каких породах они находятся. На что здесь можно обратить внимание. Здесь в таблице, конечно, очень много всяких оленивинов собрано. Я обращу ваше внимание только на какие-то определенные виды. Ну вот, допустим, во-первых, оленивин достаточно чистый минерал по химическому составу. Мы об этом говорили, там примесей не очень много бывает. И основные строчки, на которые надо обращать внимание в химическом составе, это, конечно же, содержание коренезиома, содержание железа и содержание магния. Вот три основных компонента в наших оленивинах. Ну, если это не цифроид какой-нибудь или не монтичелид, то вот эти три строки, если мы не делаем именно с оленивином. Вот в первой строчке здесь такой предельно магнезиальный оленивин, где железо совсем мало. Внизу форму на единиц. Атомное количество показано магния и двухвалентного железа. Вот на одну молекулу железа приходится 99 молекул магния. Вот в этом оленивине предельно такой магнезиальный. Специально такое взяли. Где-то предельно магнезиальный оленивин. Практически на 100% из хорстеритов молекул состоит. И мы видим процент содержания СО2. О чем это говорит? Это говорит, какие породы будут, ультраосновные, основные или средние, сложные вот именно этим минералам. Понятно, что породы, сложные в чистом виде оленивином, будут относиться к ультраосновным породам. Если помните из общей диалогии, может быть, все породы у нас математически делятся на ультраосновные и основные средние кислые. Именно по содержанию криминезиома. И вот в ультраосновных породах содержание криминезиома меньше 45%. Там интервал меньше 35% и вообще не бывает таких математических пород. Ну, по крайней мере, среди наиболее распространенных. В этом интервале 35-45% СО2 это ультраосновные породы. И как раз по оленивинам мы в этот интервал и будем чаще всего попадать. Понятно, что вместе с оленивином там еще и другие минералы будут. Но, по крайней мере, понятно, что оленивиновый минерал явно недосыщенный криминезиом. Там и по формуле это было видно. Два магния приходится на один кремний. В формуле магний-2 СО4 на два основания приходится в молекулярных количествах. Если в атомарных количествах брать, один кремний у нас. То есть он в два раза больше оснований имеет, чем кремний. Но это в атомарных количествах. Да, ну вот здесь показано как раз формуле на единицы. На два магния примерно один кремний приходится. Ну так оно и везде будет. В сумме магний и железо будет в два раза больше, чем кремний. Поэтому это ультраосновные породы оснований. То есть магний, железо, кальция, там, если щелочные породы натрия и калия, оснований будет больше, чем кремний. Вот здесь преимущественно форстерит находится. Вот на этой таблице. Ну а вот в этой таблице здесь собраны фаэлиты преимущественно. Фаэлиты более железные. Здесь видите, строка именно железо содержит. Ну особенно вот в правой части таблицы. Здесь магния уже практически нет. В некоторых случаях вот почти чистый фаэлит. Да, вот в формуле на единице есть 100% железо и 0% магния. Ну посмотрите, как поменялось количество кремний. Вроде бы какая разница магния и железа. Ну железо тяжелее, а здесь массовые проценты. Понятно, что на долю кремний приходится относительно меньше. В атомарном количестве это то же самое. 1 к 2. Вот один кремний. И в сумме, ну здесь железо преимущественно около 2 единиц. В два раза больше. Но железо тяжелее, поэтому кремния намного меньше. Вот если бы состоял из чисто фаэлиты, то даже за пределами 35% массового содержания кремния в такой породе. Но я еще раз повторяю, у нас на пичке породы все-таки преимущественно магнизиальная ливина присутствует. А здесь вот кремния еще меньше 30% даже фаэлитных. Вставляющих фаэлитных. Так, что еще по этим таблицам было бы интересно. Ну здесь пока значит подменяются аптечки и свойства. И вот для тех или иных призновидностей, вот показатель проломления, угловые, в томном случае измеренная плотность. Понятно, что плотность у фаэлиты больше, чем у содержащей магнитое какое-то количество. Пожалуй, что и все, что касается химического состава. Температура плавления ливина. Последнее, наверное, о чем мы сегодня поговорим, это температура плавления ливина. В принципе, астронный силикат, в частности, ливин, тугоплавкий минерал. Он более тугоплавкий, чем пероксен, амфиболы и слюга. Он в той таблице, которую мы рисовали, это ряд бойна, ряд плавкости, тугоплавкости минералов. И вот оливин, самый тугоплавкий минерал, он около 2000 градусов примерно кристаллизуется. В чистом виде, если фаэлиты брать, ну, если точно, 1890 градусов. Железная разновидность существенно менее тугоплавкая. Посмотрите, 1200 градусов. Разница между ними почти 700 градусов. 700 градусов, ну, это надо какой-то для примера взять другие составляющие. Да, вот вода, например, кристаллизуется при нуле градусов, а вот свинец или олово, там, я не помню, градусов 300, да? Между ними разница в два раза меньше, чем температура плавления, я имею в виду, вот этих самых легкоплавких металлов, там, олово или свинец. Не помню, сколько градусов 300, наверное, будет, да? Температура плавления этих металлов. И разница между льдом H2O и вот этими металлами расплавленными меньше, чем между форстеритом и филитом. То есть, если кристалл фаэлита уронит расплавленный форстерит, то же самое, что кусочек льда уронит расплавленную олово, примерно то же самое. Вот насколько большая разница между температурами кристаллизации или плавлений вот этих двух металлов. Вот, ну, эти диаграммы в курс химии вы, наверное, проходили, в принципе, знаете. В чем причина, почему форстерит более для плавки? Это зависит от ионного радиуса. У магния ионный радиус меньше. Вот здесь магний 2+, взятый ионный радиус 0,72 настрагма, а у железа 0,78 настрагма. Вот этого, в принципе, достаточно, чтобы магнезиальные разновидности были более тугоплавкие. Вот в этой формуле магний 2СО4, а неонная группа СО4 нередко в квадратных скобках рисуется. Вот в некоторых пособиях учебников вы, наверняка, нередко пишете в скобках. Потому что вот эти связи между кремием и кислородом, в этих кремий-кислородных страйберах, очень плотные, прочные. Это ковалентная связь. Это ковалентная связь, когда элементы объединяют электронные оболочки, и вот эта связь очень прочная. А неонные группы, вот эти достаточно прочные, трудно разорвать. А вот магний или железо с этой неонной группой связывается ионными связями. Ионная связь, это отдал электроны, и связь происходит только за счет притяжения, плюса и минуса. Магний и железо просто положительный заряд имеют уже, а неонная группа имеет отрицательный заряд. И сила притяжения, естественно, вот эта электрическая сила, она обратно к функциональному квадрату радиуса между двумя взаимодействующими объектами. И получается, чем больше радиус, тем меньше связь, тем менее прочная связь. Поэтому железо-разновидности, где ионный радиус железо существенно больше, она менее прочная, чем связь магния с кремлью. Поэтому при плавлении начинает плавиться именно в первую очередь фаэлитовая молекула, а при кристаллизации в первую очередь начинает кристаллизоваться именно магнезиально. То есть чаще именно магний притягивается к кремльюной группе быстрее, чем к железо. И поэтому кристаллизация начинается именно с магнезиально разновидностей. И, кстати, не только в элевине, но и в пероксенах, и в амфиболах. Но чаще всего, если при прочих равных условиях, при одинаковом количестве тех или иных компонентов, у нас кристаллизация всегда будет начинаться именно с магнезиальной разновидностью. А остаточный расплав, естественно, будет обогащаться железом. Поэтому мы имеем дело в магматических породах. Обычно, во-первых, потому что оливина, как и страной силикат, раньше других начинает кристаллизоваться. А во-вторых, он начинает кристаллизоваться именно с магнезиальных минералов, с магнезиальных разновидностей. Поэтому мы в магматических породах обычно имеем высокомагнезиальные 80-90% содержащие фостеритомолекулы. 80-90% фостеритомолекулы в алиевинах. Железы в магматических породах почти не случаются. Вот какие-то метомофические, метомофические породы, где совершенно другой принцип. При пероксенеализации там может быть как раз и элитовой молекулы. Или в остаточном расплаве. Допустим, случается так, что вот расслойный массив образуется у нас. Магнезиальный разновидностей оливина кристаллизуется, кристаллизуется. А остаточный расплав все больше и больше обогащается железистыми компонентами. И вот в верхних частях расслойных массивов иногда можно встретить более-менее железистый оливин, содержащий большое количество фоэлитовую молекулу. Именно потому что там уже магни практически не осталось. И у нас начинает образовываться именно фоэлитовая лилия. Ну вот, пожалуй, на этом мы и остановимся сегодня. Вопрос какие-то есть? Или все уже начинаем разбегаться? Да, вроде нет вопросов. Ну, если нет, тогда... Тогда до свидания. Тогда до свидания. Я прекращаю презентацию. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...